Приветствую вас. Ключевое слово в вашем тексте, которое вот меня, в частности, насторожило, это слово побороть. Вы хотите побороть свои страхи, а побороть это то же самое, что исправиться, то же самое, что и подавить, то же самое, что избавиться, то же самое, что убрать. То есть, по сути, делать, чего-то взять и от себя отрезать, что-то взять и чего-то взять и от себя лечить, по факту, говорите вы. Вот. Но ведь страхи это то, что является частью вас, на самом деле. Страхи это то, что является непосредственно составной частью вашей личности. И можно говорить о том, что если тебе страх, значит, он для чего-то нужен. Если есть страх, значит, надо чего-то вас защищать. Если есть страх, значит, может, что-то его вызывает. И вы считаете, что этого нужно бояться. То есть, вы считаете, что этого нужно решать. Вот. С одной стороны, страх это следствие того как раз, что вы себя попытаетесь побороть. То есть, вместо того, чтобы, вместо того, чтобы позволить себе раскрыть этот страх, да? То есть, увидеть, увидеть его, увидеть, увидеть этот страх, посмотреть на что он направлен, в чем вы видите опасность, в чем вы не уверены в себе и так далее. А если этого вы пытаетесь от него убежать. И чем дальше, чем сильнее вы пытаетесь от него убежать, тем больше он на вас, соответственно, влияет. Страх, я имею в виду. Ладно. Ладно. Вот. Это такой аспект. Это такой аспект. Следующий. Следующий. Понимаете, какая штука. Вот вы говорите, что у вас именно страх публичных выступлений. Что вы занимаетесь вокалом, что вы поете. Вот. У меня вопрос к вам. Если вы поете, если вам нравится петь, если вы, допустим, ну, получаете там, условно говоря, наслаждение от того, что делаете. Да? То, в таком случае возникает вопрос, а насколько вам важно делать то, что вы делаете? Насколько вам нравится заниматься тем, чем вы занимаетесь. Потому что боитесь-то вы чего-то другого, боитесь-то вы того, что не связано никак с вашим творческим путем, скажем так. Вот. Вы, например, боитесь оценки, оценки людей. Вы, например, боитесь, что вас будут оценивать. Вы, например, боитесь, что, ну, вот вы говорите, да, что выступаю я, выступлю я плохо-плохо, к примеру. Вот. И так далее. То есть, ээээ. Вот на этом, на этом нужно обратить ваше внимание. Понимаете? Понимаете? Потому что, к самому творчеству вопроса, скорее всего, нет, к самому творчеству. Ладно. Ну, вот для чего вы это, вы им занимаетесь? Вопрос большой. Потому что, вы занимаетесь для себя, вы занимаетесь, что, потому что вам это нравится. или вы используете творчество для того, чтобы доказать кому-то что-то, например. То есть, это вот такие аспекты, которые нужно выявлять у вас, в первую очередь. Далее, эээ, значит, вы пишите о том, что, когда вы одна, вы, эээ, значит, ну, не боитесь. Это хорошо, эээ, что вы не боитесь, да, это здорово. Надо понять, ээээ, когда возникает, эээ, собственно говоря, страх, в какой момент возникает страх. Ээээ, на мой, на мой взгляд, то есть, вот, один человек, да, когда рядом с вами, вы уже сняетесь? Вы уже боитесь? Когда два человека, вы уже боитесь тоже? А если вы боитесь, то чего вы боитесь? То есть, что конкретно вызывает переживание, что конкретно вызывает, эээ, ну, опять же, страх, да? То есть, все вот эти моменты, их нужно, эээ, рассмотреть. Ну и, соответственно, соответственно, эээ, один из важных моментов, это на чем вы, эээ, концентрируетесь во время выступления самого. То есть, вы думаете, ведь не о самом выступлении, вы ведь, эээ, погружаетесь не в сам процесс, который, который вот у вас идет, а вы, по-видимому, думаете о чем-то другом. По-видимому, вы думаете о каких-то других вещах, вы думаете о людях, вы думаете о том, как они воспримут вас и так далее. То есть, пытаетесь, пытаетесь просчитать, эээ, что о вас подумают. А причина этого заключается в том, что вы не уверены в себе, вы не полагаетесь на себя, вы не принимаете себя такой, какая вы есть. Вы, эээ, скорее всего, слышите внутреннее, эээ, осуждение себя же, внутреннее, внутреннее осуждение себя же. Вот. И, эээ, соответственно, соответственно, можно говорить о том, да, что из-за этого возникает тревога, из-за этого возникает чувство тревоги у вас, опять же. Вот. Эээ, вот, в принципе, такая история. Эээ, побаривать, соответственно, ничего не нужно, подавлять в себе, тем более ничего не нужно, потому что это, еще раз повторяю, честь вам. Ну, необходимо, наоборот, раскрыть, раскрыть этот страх, что он, что ему нужно. От чего он вас пытается защитить, что он вам хочет показать, что он вам хочет доказать. Эээ, вот, какое у него послание для вас, да. Ну, совершенно очевидно, что, как бы, с разграничением себя и других людей у вас очень, ну, есть проблемы, наверное. Как и то, что вы хотите, чтобы люди вас заметили, чтобы люди вас освенили, то есть, потребность в собственной значимости у вас имеется. Вот. Потребность в собственной значимости, то в собственной значимости, это хорошо. Это, естественно, для каждого человека, но потребность в собственной значимости не стоит мешать и путать с творчеством, ибо творчество – это последняя сфера, где вы можете получить нашу. Потому что в любом, в любом творчестве, не важно что, будь то выступление, как у вас, игра на фортепиано, или там что-нибудь еще, это, по сути, лотерея. То есть, у человека может выстрелить всего, творческий-творческий потенциал, а может у него не выстрелить. Ну, еще раз повторю, потребность в значимости – это одна история, то есть, это одно направление действия, это одна стратегия поведения. А творчество – это совсем другая. Если бодренность в собственной значимости у нас проистекает из нашей социальной природы, является самим по себе нормальным, адекватным желанием, и подразумевает под собой определенные, конкретные действия, ориентированные, раз мы говорим о социальной природе, на социум, то творчество является очень личным процессом, очень индивидуальным процессом, и с его помощью, с помощью этого процесса, получить, к примеру, одобрение, да, и восхищение кого-либо, ну, доступа нельзя. Скорее, это не стабильно, не стабильно, да, то есть, даже вот, если вы, там, к примеру, вот, вы выступили, вам и все восхитились, все хорошо, все здорово, там, через время какое-то, да, вы выступили, и все, и вас уже, там, ну, не любят, да, уже, не ценят, и так далее. Вот, то есть, это все очень, очень, очень не стабильно, не стабильно. И вопрос, вопрос, он именно, именно к вам, да, для, чего вы хотите, для, вот, себя, что вы хотите, что вам нужно. Это очень важный момент, если говорить, вот, непосредственно про страх. То есть, ага, я надеюсь, вы поняли главное, да, надеюсь, вы поняли главное, что нужно, вот, просто, ну, просто необходимо, да, необходимо разгрузить. то желание, которое у вас идет, из, вот, из страха. То есть, необходимо, именно разгрузить этот момент. Если вы сможете это сделать, а вы это сможете сделать так или иначе, да, то есть, либо вы это сделаете самостоятельно, да, либо вы это сделаете с помощью психолога, вот, соответственно, вы это сделаете, то я полагаю, что, в общем, у вас ситуация будет гораздо лучше. То есть, вам станет как-то комфортнее, вы уже не будете вот так себя чувствовать, да, вы не будете так к себе относиться, вот, вы не будете бояться, вот, и вам будет гораздо спокойнее, вот, и гораздо свободнее вы себя будете чувствовать, вот. Но для этого, для этого необходима, конечно, работа, это безусловно. И хотя вы пишите, что готовы к, значит, ну, консультации, да, вот в ближайшие дни, я вам не то, чтобы не верю, я просто... Хочу сказать, что вряд ли мы вам, вот, мы вам, вряд ли скажем сейчас что-то новое. То, чего вы, например, не знали сами, допустим, вот, вряд ли. Поэтому, мне кажется, мне кажется, что тут, ну, тут нужна, тут нужна программа. Потому что ваша история, история ваших, в том числе, взаимоотношений с родителями, вот, она позволит понять, значит, что с вами происходило. И произошло, что вызвало, вызвало, вот, ну, такой, такую реакцию, да, такой страх, вот, и так далее. Так что, если вам это все интересно, да, то обращайтесь в личку, то есть выбирайте себе психолога и начинайте работать, собственно, с психологом по данному направлению. Я полагаю, что результат вы почувствуете, ну, достаточно быстро, вот, как сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Ага, я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. 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 Продолжение следует...